Приветствую тебя на канале Самаритянин, сегодня речь пойдет о том, что находится за пределами Вселенной. Вопрос о том, что находится за пределами Вселенной, представители рода человеческого задавали себе не одно столетие. Но приблизительное понимание того, что представляет собой наш космический дом, появилось совсем недавно. Сегодня мы знаем, что Вселенная родилась около 14 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва, и с тех пор расширяется с ускорением, параллельно остывая. Кажется это противоречит здравому смыслу, но чтобы понять удивительные законы космоса и понимание их работы, умнейшие ученые трудились не одно поколение. Но знания, накопленные за эти годы, увы, по-прежнему не позволяют собрать головоломку воедино. Мы знаем, как выглядит наблюдаемая Вселенная, с помощью мощнейших телескопов ученые наносят на карту не только звезды, но и миллиарды галактик и их скопления, заглядывая все дальше и дальше в прошлое, вплоть до Большого взрыва. Но могут ли они узнать, находится ли что-то за пределами нашей Вселенной? Есть ли что-нибудь там, куда не только невозможно отправить самые мощные инструменты, но и попросту заглянуть? Даже если Вселенная представляет собой бесформенную, безымянную пустоту, абсолютное ничего, это все равно является чем-то и входит в список, всего существующего, и следовательно, по определению является частью Вселенной. Если Вселенная бесконечно по размеру, то беспокоиться об этой головоломке действительно не нужно. С другой стороны, конечно, есть внешняя сторона нашего наблюдаемого участка Вселенной. Космос Старый Свет распространяется быстро. Таким образом, за всю историю Вселенной мы не получали свет от каждой отдельной галактики. В настоящее время ширина наблюдаемой Вселенной составляет около 90 миллиардов световых лет. И по-видимому за этой границей находятся миллиарды других случайных звезд и галактик, но есть ли что-то помимо этого? Космологи не уверены, является ли Вселенная бесконечно большой или просто чрезвычайно большой. Чтобы измерить Вселенную, астрономы вместо этого смотрят на ее кривизну. Геометрическая кривая в больших масштабах Вселенной говорит о ее общей форме. Если Вселенная идеально геометрически плоская, то она может быть бесконечной. Если она изогнута, как поверхность Земли, то она имеет конечный объем. Как пишет в статье для space.com астрофизик Пол Саттер, текущее наблюдение и измерение кривизны Вселенной показывают, что она практически идеально плоская. Можно подумать будто это означает, что Вселенная бесконечна, но все не так просто. Даже в случае плоской Вселенной, космос не обязательно должен быть бесконечно большим. Но даже если Вселенная конечна, это не обязательно означает, что где-то есть ее край. Возможно, наша трехмерная Вселенная встроена в какую-то более крупную многомерную конструкцию. Это совершенно нормально и действительно является частью некоторых экзотических моделей физики. Но в настоящее время у ученых нет абсолютно никакой возможности проверить это. Остается верить в то, что со временем развития технологий, нам все же удастся постичь эту тайну Вселенной.